Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя девушка начала странно себя вести, не находить времени на меня и так далее. После того, как ее подруге написал ее бывший парень, что хочется вернуть. То есть, подруге девушки написал именно бывший парень девушки, а не подруг. Естественно, мне это не понравилось, я кардинально отреагировал, сказав, что пусть она сначала разберется в себе и по итогу ее бросил. Сразу же через два дня она с ним сошла, она не знала, что я об этом знаю, и постоянно пыталась наладить со мной контакт, общаться со мной как друзья и сама была инициатором некоторых встреч. Сейчас же мне наши общие знакомые рассказывают, что она постоянно сравнивает меня с ним, и я выигрываю по всем фронтам, по ее же мнению. Но при этом у нее есть чувство к нему, но у них там не очень гладко. Встречалась она с ним полтора года до меня, после они расстались, и мы как раз познакомились, и пообщавши два месяца сошлись. После провстречались два с половиной месяца, после чего произошла такая ситуация. На вопрос от своих подруг, хочет ли она садиться со мной, она отвечает, не знаю, и родителям я ей нравился. Понятное дело, я к ней не проявляю никакой инициативы и не общаюсь с ней после такого, мне 20 и ей 18. Вопрос в том, что мне было с ней комфортно, у нас не было особых ссор, как-то все гармонично. Но меня раздражает, что она как будто бы сейчас, после расставания, своими действиями пытается меня держать на поводу, как запасной вариант, по моему мнению. И моя гордость, начать с ней общаться, мне этого не позволяет сделать. Хотя, повторюсь, у меня было четыре девушки, и с этой мне было максимально комфортно и спокойно. Стоит ли сделать чак и попытаться все вернуть, или лучше забыть про нее? Ну, то, что у вас было четыре девушки, и последняя девушка вам, как бы, комфортнее всего, вообще ни о чем не говорит. А, да, то есть, ну, в смысле того, что какая разница, какая разница, какая разница в этом смысле, сколько у вас было девушек. То есть, дело здесь, как мне кажется, совсем не в том, с кем вам комфортно, да, а дело здесь, на мой взгляд, ну, немножечко в другом. То есть, дело здесь, как мне кажется, да, дело здесь заключается все-таки в том, что вы непосредственно чувствуете к человеку, да, то есть, какие у вас чувства к ней. Если вы с девушкой только потому, что вам с ней наиболее комфортно, чем с предыдущим, то это такой вот немножечко, я бы сказал, материалистический подход к личности человека. И, на мой взгляд, ничего хорошего вам этот подход дать не может. Вот, потому что подобная поведенческая модель, она предполагает некоторое такое, ну, обесценивание, скажем так, личности человека. Вот. Что, на мой взгляд, является неприемлемым. Это первое. Второе, конечно, заключается в том, что ваш вопрос, он в какой-то степени является... является, так скажем, противоречивым. Вот. Почему, да? Ну, почему ваш вопрос является противоречивым. Дело в том, что, с одной стороны, вы говорите, что, вот, мне гордость не позволяет проявлять какую-то, ну, какую-то инициативу, да? Вот. Вот. И я вас, в принципе, ну, могу понять. Вот. Ну, с другой стороны, вы говорите, а стоит ли мне, вот, собственно, делать какие-то шаги? Да? То есть, ну, вот, вы сами себе противоречите, если речь идёт конкретно о, скажем так, гордости. То есть, если речь идёт именно о гордости, вот, к примеру, то вы сами, как бы, говорите, что нет, оно, в принципе, того не стоит. Вот. То есть, вы сами обрисовываете свою позицию. Ну, если у вас есть чувство, ну, определённое чувство, к девушкам, вот, то я бы сказал, что, ну, что не по... не по... не по... не по... То есть, как важно, ээээ... вот, ну, гордость у вас или нет. То есть, ну, вот... в этом, в этом смысле, да? Потому что, если вас к ней тянет, грубо говоря, если вы хотите, например, делать её счастливой, если вам хочется для неё что-то делать, то какая здесь может быть, собственно, гордость? Ну, вопрос здесь заключается в том, что вы говорите о гордосте. И это как-то вот несколько навевает сомнения относительно того, чего вам, например, хочется для девушки. И больше, больше складывается такое впечатление, что вас больше интересует именно, как бы, ну, вот вы сами, да, и как бы, ну, ваша собственная позиция. Вот. Это неплохо, только девочка здесь совершенно ни при чём. То есть я бы сказал, что ваша задача, вот вы задаете вопрос, да, там, ну, что мне делать, да, делать какие-то шаги или, там, забыть про неё. Вот. Ну, вы не сможете забыть про неё никак. Вы не сможете про неё забыть, потому что не по желанию такие вещи происходят. Вот. Если у вас какие-то чувства есть, то они, эти чувства, так или иначе будут себя проявлять. Вот. А поэтому я бы здесь, конечно, не стал бы как-то, ну, рассчитывать. Вот. Например, что вы можете получить какой-то совет, вот, по этой ситуации. Вот. И это очень важно. В целом, в целом, в целом, в целом, у меня нет впечатления, у меня нет впечатления, что вы с девочкой близки были. У вас общение было довольно поверхностным, вот. Причём, как с вашей стороны, так и с её стороны. А на это указывает косвенно то, что, вот, вы пишете про то, что она сравнивает, да, то, что вы выигрываете, там, по всем фронтам и так далее. Вот. То есть, ну, это, вот, как бы, серьёзно, да, это, там, детский сад, детский сад, я бы сказал. Немножко. Здесь. Вот. Потому что, ну, извините, конечно, да, но, опять же, люди, ну, это не та история, когда мощно, ну, сравнивать, да, как бы. То есть, люди, людей нельзя сравнивать. Вот. То есть, люди, они, на приюде, что, вот, в этом смысле, каждый человек, он индивидуально не вникал. Вот. И то, что девушка вас, вот, ну, сравнивает, это, конечно, говорит о том, что, ну, вот, в какой-то степени, да, и с ее, вот, стороны, да, ситуация, вот, складывается так, что, к вам она относится, ну, вот, скорее всего, несколько, я бы сказал, ну, не зрело тоже. Вот. Вы пишите, что у вас все было хорошо, вы пишите, что не ссорились, и, соответственно, значит, вы пишите о том, что вот вас беспокоит, да, напрягает то, что она держит, держит, ну, держит вас, как вот, ну, своего рода запасной вариант, да, вот. Совершенно легко можно понять, совершенно легко можно понять ваше недовольство здесь, вот, вот, но не всегда, не всегда отсутствие ссор, да, к сожалению, да, приводит к тому, что у людей все хорошо, вот, то есть это просто, вот, элементарно, ну, может не нравиться, вот, понимаете? какая, ну, какая штука, то есть это элементарно просто не всех людей устраивает, когда нет конфликтов, да, когда нет ссор, и, может быть, именно, вот, ввиду, ввиду того, что вы называете, эм, комфортом, эм, комфортом, эм, вот, и, может быть, именно ввиду этого, эм, девушка и выбрала его, потому что отношения с ней, э, с ним, простите, с ним, э, ей касались, ну, вполне могли казаться, э, более, как бы, ну, более живыми, ну, вот, э, хотя, э, внешняя ситуация могла выглядеть, э, и так, что с вами, э, с вами ей было, ну, вот, как-то гармоничнее. э, следующий, э, важный момент заключается в том, э, что, на мой взгляд, э, большая, достаточно, э, серьезная, э, проблема, э, что, э, в ваших отношениях, как бы, э, присутствует третий лиц, э д Reality Slim. То есть постоянно, ну не постоянно, но вот довольно часто вы, вы упоминаете э э, э других людей, то есть, вот, э довольно часто вы упоминаете э э, значит, э, ну, подруг, э э, да, которые, которые, которые ей что-то говорят, вот, которые, ну, судя по вашему описанию, вы что-то говорите, вот, то есть это, на мой взгляд, здесь нехорошо, то есть, на мой взгляд, это нехорошо. Но, когда в отношениях присутствуют третьи лица, то есть, ну, другие люди, вот, всегда начинает возникать сложность восприятия друг друга, вот, сами отношения, они, ну, к сожалению, ну, приобретают такую вот форму, скажем так, ну, публичности, публичных отношений, вот. Мне кажется, мне кажется, таким образом, что одной из ключевых проблем, которую вы описываете, заключается в том, что вы, как будто бы, э, сами, вам, точнее, вам, э, как будто бы, э, самому не очень нравится, э, в данном случае. Факт, э, факт, э, факт, э, того, э, что, э, девочка может, как-то, вот, вас вернуть, да, да, если вы сами хотите, э, к ней, получается, вернуться, вот. И это, на мой взгляд, проблема, вот, потому что вас привлекает, э, именно, вот, как раз, э, ну, комфортно, то, что, то, то, что, вот, вам, ну, вам комфортно. Э, э, с ней, вот, то есть, не я, а, ваше, э, чувство, к ней, а, вот, а, именно, э, своё состояние, с ней, и, э, такие отношения могут приводить, э, к сожалению, большому, моему, к зависимостям. Так что такое зависимостям? Ну, это когда один человек становится зависимым, зависимым над другом. Вот, понимаете, да? Поэтому, пожалуйста, постарайтесь этот момент, этот момент учить. Учитывать этот момент, э, весьма важен, если, э, э, ну, если мы с вами говорим, э, о, взаимодействии между вами и девушкой, вот. Вам нужно отделить, э, свои чувства, которые у вас направлены на себя, э, к чувствам, которые направлены на девушку. Э, э, вот, в противном случае, э, ситуация просто может, э, э, стать, э, ну, весьма, 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 и весьма неприятность. Э, 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 на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Э, э, хочется пожелать, э, вам, э, всего, э, самого доброго. Э, хочу пожелать, э, вам удачи. Э, вот. Э, 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 и я надеюсь, что, э, вот, Э, вот, какую-то, э, э,ops, ну, пищу, э 73, для размышленных. Вам у меня дать получилось, вот, я очень-очень правда на это надеюсь. Смотрите по себе, как бы, если вы чувствуете, если вы замечаете, если вы видите, если вы ощущаете, что что-то вам неприемлемо, то, на мой взгляд, никакого смысла терпеть, мириться, нет, от слова совсем, но если вы себя будете заставлять это делать, да, то есть как бы, если вы будете требовать от себя, ну вот, что-то с чем-то мириться, вот, то ваши отношения не будут улучшаться, они никогда не улучшаться при, ну вот, ну при таком раскладу, никогда. Вот, на мой взгляд, вы, в целом, поступили верно, когда решили, ну, разойтись, да, решили расстаться с девушкой. Правда, опять же, здесь для меня не совсем эта ситуация ясна, потому что, вот, вы вроде бы говорите о том, что, девушка сама, ну, инициировала встречу, да, то есть сама как-то вот выходила на связь и вы с ней встречались, вот. Я вот тут, конечно, не очень понял, знали ли вы уже тогда, что она, ну, встречается там с другими человеками и так далее, вот. Ну и в целом, вот, когда вы пишите, да, что я её бросаю и так далее, это вот позиция, что, возможно, девушке было нелегко столкнуться с прошлыми отношениями своими, вот, и вам бы её поддержать в этот момент, да, а вы как-бы её бросили, что говорит о том, что какие-то сложные моменты вместе с ней проходить вы не готовы. Вы не должны поймите правильно, но за свои решения, на мой взгляд, вам нужно внести ответственность, то есть вы ответственны за свои поступки. Ваши поступки не хорошие, не плохие, они такие, какие они есть. Это нормально. Просто хотелось бы, чтобы вы более как-то вот, ну, более осознанно, да, продвигали свою позицию. Мне кажется, и вы, и ваша девушка этого достойны. Желаю вам всего самого доброго обращаться. Продолжение следует... Продолжение следует...